Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас уже среда, 5 июля 2023 года. А новости у нас будут такие, друзья. Раймонд Паулс высказался о сносе памятников, перенавании улиц. «Мы слишком увлеченно ищем виноватых». Раймонд Паулс высказался о последних событиях в латвийской жизни. «Как всегда откровенно», сообщает Рус Делфи ЛВ со ссылкой на Кас Яунс. «У праздника песни всегда был политический контекст», считает Раймонд Паулс. «Начиная с тех времен, когда это были выступления перед немцами. Потом последовал другой режим. Когда я был министром культуры, удалось вернуть праздник, традиционный интервал 5 лет. Начиная с 1993 года». В советское время его подгоняли под партийные конгрессы, различные юбилеи. График был сбит, это заявляет Раймонд Паулс. «До сих пор осуждают тогдашнего министра культуры Владимира Каупужа. Но он сделал много хорошего, о чем забыто», продолжает Раймонд Паулс. «Кино снимали, театральные постановки ставили, теперь упрекают даже памятники, меняют улицам название. По-моему, мы слишком увлеченно ищем виноватых», заявляет Раймонд Паулс. Я полностью поддерживаю его высказывание. «Ну, был московский форштадт, и пусть бы им и оставался. Мои взгляды в этом плане весьма умеренные. Наше классическое музыкальное образование было на высоком уровне, еще и потому, что недалеко были Петербургская и Московская консерватория». «Поем, это да, но нет ни одного нового таланта, который достиг бы уровня Лапченокса». «Посылаем кандидатов на Евровидение». «Да, что-то они быстро возвращаются». «Да, праздник песни – это святое. «Но почему вокруг него столько комиссий, советчиков, консультантов?» Это заявил Раймонд Паулс. Пишите комментарии, друзья, что вы думаете про заявление Раймонда Паулса. «Да, он заявляет свое мнение, пожалуйста, что он думает о происходящем у нас здесь, в нашей маленькой Латвии». Пишите комментарии, друзья. И не забывайте, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. «И еще одна новость хочу рассказать вам, какая же погода ждет нас в ближайшие дни. Плюс 28 и грозовые ливни. Прогноз погоды на ближайшие дни. В предстоящие выходные, а сегодня, повторяю, у нас среда, 5 июля. В предстоящие выходные в Латвии будет преобладать переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики. В четверг с запада над Латвией пройдет атмосферный фронт с дождями. Осадки ожидаются в основном ночью в Курземе. А утром и днем в центральных и восточных регионах страны. Вот, может быть, наконец-то и на востоке Латгалии пройдут дожди. Пишите комментарии, у вас там дожди были? Мы волнуемся, друзья, серьезно. Потому что, как мы почитаем, у вас там в Латгалии нет дождей. И не было. Ну, это в каких-то местах. Вот смотрите, где местами возможны грозовые ливни. Почему я спрашиваю? Температура воздуха составит плюс 19, плюс 24 градуса. На востоке страны до плюс 28 градусов. Вот видите, этим летом всегда там жарче на востоке страны. В ночь на пятницу в Латгале и на востоке в Витземе еще возможны дожди и грозы. А день будет довольно солнечным, без осадков. Ночью в западных и центральных регионах страны температура воздуха может опуститься до плюс 8 градусов. Днем будет 19-24 градусов. В субботу местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Ночью температура опустится до плюс 8, плюс 13 градусов. Днем будет 19-24 градуса. Согласно текущим прогнозам, в воскресенье будет преимущественно солнечно. На востоке страны возможны кратковременные ливни и грозы. Температура воздуха составит 19-24 градуса. В конце недели дожди возможны по всей Латвии. Но сохранится преимущественно теплая погода. На этом я заканчиваю свои новости. Не забывайте ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь с друзьями в социальных сетях и просто так, друзья. Подпишитесь на наш канал. Большая просьба. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Всем спасибо, друзья, за поддержку нашего канала. Читаем комментарии, видим, что вы смотрите нас. Спасибо всем большое. До следующих видео новостей, друзья. И вообще видео. До свидания, друзья.